Три последних дня Ленинский район провел под девизом «Наше видное видное». Люди разных возрастов, профессий выходили одни семьями, чтобы помочь очистить улицы своего города, поселка, свои деревни от снега, которого в последние дни намело столько, что коммунальные службы перестали справляться. Сегодня в нашей студии один из тех, кто организовывал эту акцию, кто все три дня принимал в ней активное участие, начальник организационно-аналитического отдела администрации Ленинского района Иван Самолин. Иван, скажите, пожалуйста, как прошла эта акция, кто был наиболее активен? Ну, акция прошла просто замечательно. Я принимал лично, я принимал участие у кинотеатра «Искра». Мы встречались в пятницу в 3 часа, в субботу в 10 и в воскресенье в 10. Акцию инициировал Молодежный совет и Ассоциация многоквартирных домов. Приходило в пятницу более 40 человек пришло. Пришли в субботу чуть-чуть поменьше, в воскресенье было около 20 человек. При этом принимали участие просто проходящие мимо жители. Было действительно какое-то... Вроде снег идет, вроде так где-то там мы чистили, где там транспорт не проходит, мы так подчищали. Особенно мне понравилось воскресенье. Мы пришли с утра, в воскресенье, действительно снег за ночь навалило много. И люди проходили, что, мол, добровольцы, мы... Да, добровольцы, давайте с нами, лопаты в руки. И действительно дети с лопатами чистили просто. Такое какое-то настоящее зимнее единение, объединение, по-другому не скажешь. Хочется сказать про воскресенье еще более так подробно. В воскресенье мы сначала почистили дорожки у кинотеатра «Искра», потом мы взяли лопаты, встали в строй и пошли по городу. И хочу сказать, что мы шли где-то 11, полдвенадцатого было время. Город был почищен. Единственное, когда трактор едет, вот такие вот насыпи остаются, где вход на пешеходные дорожки. Вот мы шли по городу, и все вот эти вот дорожки моментом чистили, люди подходили, и говорили, добровольцы, добровольцы. Очень здорово. В субботу вечером мне было обидно, что снова начала мести. Честно говоря, было. Чуть-чуть было. Я знаю, что у некоторых домов наблюдалось особенное оживление. Да, Людмила Васильевна Лернер, это куратор Ассоциации Советов Наквартирных Домов Ленинского района, буквально вчера вечером мне позвонил и сказал, что мы выходили. Действительно, получилось у них тоже очень здорово. Они пришли в кинотеатр «Искра», мы там хранились у нас лопаты, взяли лопаты. И на ПЛК-25 также люди выходили, скинул мне фотографии, посмотрел, очень замечательно. Очищали где-то тропинки. Знаете, бывают такие народные тропы. Вот такие народные тропы почистили, чтобы людям было комфортнее даже по ним ходить. Где-то машины очистили. Ну, замечательно. Я хочу добавить, что наша съемочная группа в субботу проехала по населенным пунктам района. Где-то было тихо, народу не было видно. Но, к примеру, в деревне Вырубово мы застали чистящих дороги от снега. Я предлагаю посмотреть небольшой материал. Деревня Вырубово. Улиц здесь достаточно много. И я смотрю, они достаточно чистые. Я думаю, что в этом заслуга не только управляющей компанией, но и вот таких жителей. Пойдем, подойдем к ним. Здравствуйте. О, чистите. Здравствуйте, чищу. Ой, извините. Я живу тут. Живу я тут в деревне. И в Лавровневицке. Здрасте. Да, да. Деревня Вырубово, Ленинского района Московской области. Булатниковское сельское поселение. Ой, я смотрю. Я патриот своей деревни. Вы чистите как давно? Я чищу. Ну, как? Ну, вот видите, как ровненько все. Вот и чищу. Как приятно выйти и вот так выработать. У нас, я знаю, вот соседи напротив. Весной мы здесь убираем эти всякие подснежные всякие бутылки. Здесь люди сами косят траву. Но это летом. А сейчас операция «Снег». Поэтому в рамках операции мы укрепляем здоровье. И, ну, просто, я не знаю, этим субботним утром очень приятно заняться общественно полезным делом. Даже маленькие дети в нашей деревне чистят снег. Поэтому, взрослые люди, равняйтесь на детей. Дети – наше будущее. Давайте делать что-то такое, что и себе приятно, и людям хорошо. Все чистят снег. Так, ты тоже принял в этом участие. Приятно было, скажи. Да. Вообще, как ты считаешь, должны мы сами, жители, вот в таком деле помочь нашим службам, которые это должны делать? Ну, да, должны. Так. Насколько тебе это приятно? Вот ты сейчас по часу. На все сто. На все сто? Да. Супер, деревня вырубала лучше. Пошли. Пока. Дай сюда. Дай пять. Вот такой позитивный сюжет. Вы знаете, я бы хотел сегодня, выходя в эфир, поблагодарить всех участников акции. Это наши школьники, которые сами приходили, и приходили все три дня, и в субботы, и в воскресенье. Кстати, хотел сказать очень важный момент тоже. После того, как мы поубирались, мы все дружно шли в кинотеатр «Искра» и ели пироги. Я просто вспомнил, школьникам особенно нашей молодежи нравился именно этот момент пирогов. Так вот, я бы хотел поблагодарить всех участников данной акции. И я так смотрел в соцсетях, где-то пишут, что мы работаем за коммунальные службы. Нет. Я уверен, что те люди, которые выходили, активно помогали, не то что работают, они помогают, действительно помогают коммунальным службам. Помогают себе. Когда мы выходили в пятницу, мы не сделали ничего сверхъестественного. Аллея славы, она и так была почищена от снега. Но мы, я по-другому сказать не могу, навели лоск. Мы сделали наш город краше, красивее. Да, мы сделали наше видное видным. Еще раз благодарю всех участников акции «Наше видное, видно. Операция снег». И я уверен, что если вдруг у нас, не дай бог, будут случаться какие-либо непредвиденные ситуации, с полной уверенностью сегодня я могу сказать, что вместе мы сделаем наш город краше, лучше, ярче, интересней. И я хочу сказать спасибо всем жителям Ленинского муниципального района. Мы молодцы. Спасибо, Иван, за то, что побывали у нас в студии. А я напомню, что у нас в гостях сегодня был Иван Петрович Самолин, начальник организационно-аналитического отдела администрации Ленинского района. Ленинского района Ленинского района Продолжение следует...